Кассета восьмая Потом напал на меня некоторый ужас. Представилось мне, что я стою выше твердя небесной, а какой-то юноша, одетый в багреницу с лицом солнцеобразным, ходил окрест меня. Следуя за ним, я увидел великий и красивый крест, который, видимо, был подобен радуге небесной. О крест его стояли огнезрачные певцы, и, пламенея любовью ко кресту, пели дивную и пресладкую песнь, коей прославляли Господа распятого на кресте. Пламеннообразный юноша, сопутствовавший мне, приступив ко кресту, лобызал его. Потом он сделал знак мне, чтобы и я лобызал крест. Мгновенно припадший к святому кресту, я облобызал его с трепетом и великою радостью. Как скоро я прикоснулся к нему устами, то присытился потоком неизреченной сладости духовной, и обонял гораздо большее благоухание, нежели в райских садах. Оставя крест и посмотрев вниз, я увидел под собой как бы бездну морскую. Мне же казалось, что я ходил по воздуху, и, убоявшись бездны, возгласил к руководителю моему, ужас объемлет меня при мысли упасть в эту бездну. Спутник мой, обратясь ко мне, сказал, не бойся, нам должно взойти еще выше. Он подал мне руку, и мы явились выше второй тверди. Я видел там дивных мужей, их покой, всегдашнюю радость, празднование их, предметы, невыразимые для языка человеческого. Потом мы зашли в удивительный пламень, который не опалял нас, а только просвещал. Я поражен был страхом, но путеводитель мой, обратясь ко мне, подал мне руку и сказал, еще выше нам должно взойти. И с этим словом мы очутились выше третьего неба, где я видел и слышал бесчисленное множество небесных сил, поющих и славящих Бога, приближаясь к некоторой завесе, блиставшей подобно молнии, перед которой стояли великие, страшные и пламеннообразные юноши, коих лица блистали светлее солнца, с огненными оружиями в руках. Я узрел необъятное множество небесного воинства, предстоявшего со страхом, сопутствовавши мне небесный юноша, сказал, «Когда откроется таинственная завеса, тогда ты увидишь владыку Христа, и преклонись престолу славы Его». Услышав это, я трепетал и радовался. Ужас и неизреченная радость наполняли сердце мое. Я с благоговением смотрел до толи, пока отъята была завеса. Когда же какая-то пламенная рука дернула завесу, тогда я, подобно пророку Исаии, узрел Господа моего, сидящего на высоком и превознесенном престоле. Серафимы стояли окрест его. Он был обречен в багряную ризу, лицо его было пресветло, он взбирал на меня милостиво. О, зрел Господа, я в невыразимом волнении духа пал перед ним низ и поклонился пресветлому и страшному престолу славы Его. О, здесь уста немеют. Язык отказывается выражать духовные предметы, духовную радость в чувственных видах. Какая радость и восторг объяли сердце мое от видения лица его, изъяснить нельзя. Так что и ныне воспоминания об этом видении исполнялись неизреченной радости. В великом ужасе, падшей перед владыкой моим, я удивлялся столь великому милосердию его, по которому он допустил мне, человеку грешному и нечистому, предстать пред себя и видеть божественную красоту его. Проникнутое чувство милищести, умиление и размышляя о непостиженном величестве и благости владыки моего и о собственном недостоинстве, я произнес в себе слова пророка Исаии. Небесное воинство, взирая на такое человеколюбие и снисхождение к падшему человечеству, воспело песнь придивную и неизреченную. Насладившись созерцанием горних красот духовного мира, блаженный Андрей находился в тревожной думе о том, что среди необъятного сонма ангелов и святых не сподобился видеть причистой Богородицы. Мгновенно святой узрел некоторого подобного облаку пресветлого мужа, носящего крест. Чудный муж сей понял мою мысль, сказал мне, ты хочешь видеть пресветлую царицу небесных сил, но теперь ее здесь нет. Она отошла в многобедственный мир помогать страждущему человечеству и утешать скорбных. Я бы показал тебе ее святую обитель, но нет ныне времени. Ты должен опять возвратиться туда, откуда восхищен был. Так повелевает тебе владыка всех. После этого чудное видение райской жизни кончилось, и святой Андрей опять увидел себя на земле. Второе октября. Упомянем здесь об откровении небесного рая святителю Тихону Задонскому. Святой Тихон в награду за свое богомыслие и благочестие даже дважды удостоился видеть царство небесное, каждый раз в часы ночи. Первое видение ему было еще до иноческого звания его. Однажды он вышел на крысо, чтобы насладиться тихой и светлой ночью. От красот майской ночи он перешел к размышлению о вечном блаженстве. И вот вдруг открылось перед ним небо. Он увидел на небе необыкновенное сияние и светлость. Через минуту небо уже приняло свой прежний обыкновенный вид. Несмотря, однако, на краткость времени, которая продолжалась в видении, он, когда только вспоминал об этом видении, приходил в великий восторг. В другой раз, состоя уже в сане архиерейском и прогуливаясь по обычаю своему в ночное время кругом монастырской церкви, он остановился у алтаря. Весьте после нескольких пламенных молитвенных слов Господу Богу о том, чтобы ему было показано вечное блаженство праведников, он снова увидел свет с неба, простиравшийся на весь монастырь. Последовал к нему и глаз с неба, вишьть, уготованное любящим Бога. После настоящего видения праведник уже повергся на земли и едва-едва мог дойти до своей кельи. Один благочестивый муж-воин умирал и видел зеленеющий лук, украшенный цветами пахучих трав, на котором виднелись собрания людей, одетых в белой одежде. Такой был приятный запах в этом месте, что самое приятное запаха насыщало живущих и гуляющих там. Там же строился удивительной красоты дом, по-видимому, из золотых кирпичей. Золотые кирпичи для строения дома несли старцы и юноши, девы и отроки. А другой муж имел видение такое, что дом для него строился, но работающие его являлись строить его только по субботам. После имевшему видение было откровение для уяснения видения, что дом этот строился только по субботам, потому что этот муж имел обычай относить в субботний день в церковь блаженного Петра и раздавать нищим то, что из выработанного в прочие дни оставалось от пищи и одежды. Было видение святой Маври. Представил ей чудный муж, лицо его сияло, как солнце. Он, взявши ее за руку, возвел на небо, показал ей престол у соны и на нем лежащую белую одежду и прекрасный венец. Она, удивляясь красоте, спросила водившего мужа, чье это, господин? Он ответил ей, это воздаяние тебе за твои подвиги, тебе приготовлен престол, одежда на нем и венец. Он возвел ее еще выше, показал ей другой престол, так же услам. Одежда и венец. Опять она спросила, чье это? Твоего мужа Тимофея, ответил проводник. А зачем они отстоят один от другого? Великая разница между собой и твоим мужем. Ты от мужа получила увещание на подвиг мученичества, и он виновник твоего венца. Одна же праведная Марфа, мать святого Симеона Дивногорца, прибывшая к сыну на Дивную гору для прощания с ним, остановилась у него переночевать. Сонном видении она, то есть душа ее, восхищена была на высоту небесную и видела пресветлую и чудную палату, которую описать невозможно. Когда она ходила по палате сей, увидела там пресвятую Деву Богородицу с двумя светлыми ангелами, Богоматерь сказала ей, что удивляешься. Она со страхом, с радостью и благоговением поклонилась ей и сказала, о, владычица, я удивляюсь красоте палате, ибо во всю свою жизнь не видывала таких палат. Богоматерь, не знаешь ли, что сей покой тебе уготован, в котором отныне будешь вовеки пребывать? Сын твой приобрел его тебе. Богоматерь велела ангелам поставить посреди дивный престол и сказала ей, сия слава дарствуется тебе, потому что богоугодно пожила в страхе Господнем. Потом присовокупила, хочешь ли видеть еще лучше, и велела ей за собой следовать. Они зашли на высочайшие небесные места, где Богоматерь показала ей чудеснейшую, чуднейшую и пресветлющую, лучше первую палату, преисполненную небесной славы, которую ум человеческий постигнуть не может и язык высказать. Богоматерь сказала, сию палату создал сын твой для себя и начал строить третью. Богоматерь опять повела ее выше, к востоку солнечному, и показала ей с высоты райские селения, в которых ликовало множество веселящихся мужей и жены, сказала, «Сие места сын твой даровал тем, которые живут в соблюдении заповедей Господних, целомудренно и праведно, с усердием творят милостыни. Зато он, зато от Господа сам исподобится милости, блажены милостивые». В житии преподобной Евпраксии девы говорится, «Мать Игуменья поведала видение так. Я, взявши Евпраксию, приведена была светлыми мужами к некоторым причудным вратам. Они сами отворились. Мы вошли внутрь, увидели палату нерукотворенную и неописанной красоты. И высокий престол, на нем сидел светлый царь. Я не могла войти на середину, а Евпраксию ангелы взяли и привели к царю. Она поклонилась ему и поцеловала его ноги. Я видела там тьмы тем ангелов и бесчисленное множество святых. Все стояли и смотрели на Евпраксию. Я видела Матерь Божию, которая взяла Евпраксию за руку и показала ей чертог, прекрасный и уготованный венец, сияющий славой и чистотою. И слышала глаз Евпраксия, «Вот воздаяние твое и покой! Ныне возвратись, и через десять дней насытишься всех сих бесконечных благ». По смерти Филарета, милостивого, один благочестивый муж удостоился видеть нерукотворенную обитель его. Он так рассказывал. В восхищении я узрел себя в пресветлом месте, где увидел пресветлого и благообразного мужа, который показал мне реку огненную, текущую с таким шумом и страхом, что человек стерпеть не может. По ту сторону реки виден был прекрасный рай, исполненный неизреченной радостью и веселье. Все это место было наполнено благоуханием. Прекрасные, большие, многоплодные деревья колебало тихим ветром, и было там прекрасно все, что Бог приготовил любящим его. Там, среди людей в белых одеждах, радующихся и веселящихся, и плодами наслаждающихся, я увидел Филарета, милостивого, но не узнал его. Он был в светлой одежде и сидел на золотом престоле посреди садов. С одной стороны предстояли ему дети, державшиеся вещи в руках, а с другой теснились нищие и убогие. И вился тут один юноша, светлый лицом, с золотым жезлом в руке. И я осмелился спросить его, «Господин, кто это сидит на пресветлом престоле среди тех светлообразных мужей? Не Авраам ли?» Юноша ответил, «Филарет амниадский, любитель нищих, честным своим житием, подобный Аврааму». Святой Филарет посмотрел на меня и начал тихо звать меня, говоря, «Чада, приди ты сюда, да насладишься сих благ». Я ему сказал, «Не могу, огненная река возбраняет и устрашает меня, через нее путь узок и мост неудобен, боюсь, чтобы мне туда не попасть». Филарет сказал, «Иди безбоязненно, все этим путем пришли сюда, и нет иного пути. Я помогу тебе». И простер руку. Я начал было проходить огненную реку без вреда, и когда подошел к его руке, видение кончилось, и я проснулся. Отец Панкратий Инак Афонский. В мире Парамон был господский человек. В детстве его жестокая госпожа заставляла его ходить босиком в глубокую осень, когда уже снег и лед покрывали землю, отчего ноги его стали сильно болеть. Бедный отрок не вытерпел, он тайно убежал от своей барыни. И во что бы то ни стало, решился выбраться за границу и ушел за Дунай, где несколько времени оставался в услужении у русских, тоже перебежавших за границу. Случай прихода Панкратия на святую гору странен. Он был задушевленным другом одного из малороссов, который почему-то покончил с собой самоубийством. Несчастный удавился. Чувствительный Панкратий был сильно тронут и поражен вечной потерей сердечного друга. Он пламенно молился Богу о помиловании несчастного, и, видя, как суетно мирская жизнь, бросил ее и удалился на святую гору. Здесь, в Русике, нашел он желаемое спокойствие духа, несмотря на то, что нога его уже сгнивала от ран, которые были следствием жестокой простуды в детстве. Впрочем, как не ужасны страдания отца Панкратия. Он ликует себе и часто даже говорит мне, поверь, что я согласен сгнить всем телом, только молюсь Богу, чтобы избавил меня от сердечных страданий, потому что они невыносимы. Я на тебя иногда смотрю и жалею тебя. Ты бываешь временем сам не свой и от внутренних волнений. Ох, если сердце заболит, бедовое дело. Это адское мучение. А мои раны, будь их в десятера боли, пустошь. И я не нарадуюсь своей болезни, потому что по мере страданий утешает меня Бог. Чем тяжелее моей ноге, чем значительнее боль, тем я веселее от того, что надежда райского блаженства покоит меня. Надежда царствовать в небесах всегда со мною. А в небесах ведь очень хорошо, с улыбкой иногда восклицает Панкратий. Как же ты знаешь это? Спросил я его однажды. Прости меня, отвечал он. На подобный вопрос я бы не должен тебе отвечать откровенно. Но мне жаль тебя в твоих сердечных страданиях. Я хочу доставить тебе хоть малое утешение моим рассказам. Ты видал, как я временем мучаюсь? Ох, недаром я вьюсь с змеей на моей койке. Мне бывает больно, больно, тяжело, невыносимо. Зато что бывает со мной после, это знает вот оно только. Таинственно заметил Панкратий, приложив руку к сердцу. Ты помнишь, как я однажды, не вынося боли, метался на моей постельке. И даже что-то похожее на ропот вырвалось из моих поганых уст. Но боль притихла, я успокоился. Вы разошлись от меня по своим кельям. И я, уложивши мою ногу, сладко задремал. Не помню, долго ли я спал или дремал. Только мне виделось, и Бог весь к чему. Я и теперь, как только вспомню про то видение, Чувствую на сердце неизъяснимое райское удовольствие. И рад бы вечно болеть, только бы повторилось еще хоть раз в моей жизни Незабвенное для меня видение. Так мне было хорошо тогда. Что же ты видел, спросил я отца Панкратия. Помню, отвечал он, когда я задремал, Подходит ко мне удивительный, к ангельской красоты отрок И спрашивает, тебе больно, отец Панкратии? Теперь ничего, отвечал я, слава Богу. Терпи, продолжал отрок, Ты скоро будешь свободен, Потому что тебя купил господин, И очень, очень дорого. Как? Я опять куплен, возразил я. Да, куплен, отвечал с улыбкой отрок, За тебя дорого заплачено, И господин твой требует тебя к себе. Не хочешь ли пойти со мной, спросил он. Я согласился. Мы шли по каким-то слишком опасным местам, Дикие огромные псы готовы были растерзать меня, Злобно кидаясь на меня. Но одно слово отрока, и они вихрем неслись от нас. Наконец мы вышли на пространное, чистое и светлое поле, Которому не было, кажется, и конца. Теперь ты безопасен, сказал мне отрок. Иди к господину, который, вон, видишь, сидит вдали. Я посмотрел и действительно увидел трех человек, рядышком сидевших. Удивляясь красоте места, радостно пошел я вперед. Неизвестные мне люди в чудном одеянии встречали и обнимали меня. Даже множество прекрасных девиз в белом царственном убранстве видел я. Они скромно приветствовали меня и молча указывали на даль, Где сидели три незнакомца. Когда я приблизился к сидевшим, двое из них встали и отошли в сторону. Третий, казалось, ожидал меня. В тихой радости и в каком-то умилительном трепете я приблизился к незнакомцу. «Нравится ли тебе здесь?» — кротко спросил меня незнакомец. Я взведом на лицо его, оно было светло. Царственное величие отличало моего нового господина от людей обыкновенных. Молча упал я в ноги к нему и с чувством поцеловал их. На ногах его были насквозь пробиты раны. После того я почтительно сложил на груди мои руки, Прося позволения прижать к моим грешным устам и деснице его. Не говоря ни слова, он подал ее мне. И на руках его были также глубокие раны. Несколько раз облобызал я десницу незнакомца И в тихой, невыразимой радости смотрел на него. Черты моего нового господина были удивительно хороши. Они дышали кротостью и состраданием. Улыбка любви и привета была на устах его. Взор выражал невозмутимое спокойствие сердца его. «Я откупил тебя у госпожи твоей, И ты теперь навсегда уже мой», — начал говорить мне незнакомец. «Мне жал было видеть жаль твои страдания. Твой детский вопль доходил до меня. Когда ты жаловался мне на госпожу твою, Томившую тебя холодом и голодом, И вот ты теперь свободен навсегда. За твои страдания я вот что готовлю тебе». Дивный незнакомец указал мне на отдаление. Там было очень светло. Красивые сады в полном своем рассвете рисовались там, И великолепный дом блестел под их эдемской сенью. «Это твое», — продолжал незнакомец, «только не совсем еще готово. Потерпи. Когда наступит пора твоего вечного покоя, Я возьму тебя к себе. Между тем побудь здесь, Посмотри на красоты места твоего, И терпи до времени. Претерпевший до конца спасется». «Господи!» — воскликнул я вне себя от радости. «Я не стою такой милости!» При этих словах я бросился ему в ноги, Облобызал их. Но когда поднялся, Предо мной никого и ничего не было. Я пробудился, Стук в доску наутреннюю раздался по нашей обители. И я встал тихонько с постели на молитву. Мне было очень легко, А что я чувствовал, что было у меня на сердце. Это моя тайна. Тысячи лет страданий отдал бы я за повторение подобного видения. Так оно было хорошо. Новый Иерусалим. Апокалипсис 21. Святой Иоанн Богослов изображает рай Или жилище праведных под видом Нового Иерусалима. «И увидел я новое небо и новую землю, Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, И моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, Новый, сходящий от Бога с неба, Приготовленный, как невеста, Украшенная для мужа своего. И я услышал громкий голос неба, говорящий, «Скиния Бога с человеками, И он будет обитать с ними, Они будут его народом, И сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, И смерти не будет уже, Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, Ибо прежнее прошло». И сказал, сидящий на престоле, «Се, творю всё новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны!» И сказал мне, «Совершилось!» «Я эсим альфа и омега, Начало и конец, Жаждущему дам даром от источника воды живой, Побеждающий наследует всё, И буду ему Богом, И он будет мне сыном. Боязливы же и неверных, и скверных, И убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, И всех лжецов, Учась в озере горящем огнём и серою. Это смерть вторая!» И пришёл ко мне один из семи ангелов, У которых было семь чаш, Наполненных семью последними язвами, И сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, Невесту Агнца!» И вознёс меня в духе На великую и высокую гору, И показал мне великий город, Святой Иерусалим, Который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, И светил её подобно драгоценнейшему камню, Как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, Имеет двенадцать ворот, И на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена Двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, С севера трое ворот, С юга трое ворот, С запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, И на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость Для измерения города, И ворот его, И стены его. Город расположен четвероугольником, И длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий, Длина и широта, и высота его равны, И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, Мерой человеческой, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, А город был чистое золото, Подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены Всякими драгоценными камнями. Основания первая яспис, Второе сапфир, Третья халкидон, Четвертая смарагд, Пятая сардоникс, Шестое сардолик, Седьмое хризалейв, Восьмое верил, Девятая топаз, Десятая хризапраз, Одиннадцатая гиацинт, Двенадцатая аметист. А двенадцать ворот, Двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, Как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, Ибо Господь Бог Вседержитель, Храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, Ни в луне для освящения своего, Ибо слава Божия светила его, И светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, И цари земные принесут в него Славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, А ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, И не войдет в него ничто нечисто, И никто преданный мерзости и лжи, А только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Описание святыми отцами блаженства праведников. Самое картинное описание такого рода встречается у Ефрема Сирина, Златоуста и Василия Великого из отцов Восточной Церкви, У Лактанца и Амвросия Медиаланского из древних отцов учителей Запада. Особенно замечательно поживости и яркости красок описания Ефрема Сирина. Оно находится в его знаменитых гимнах о рае, Проникнутых глубоким восторженным чувством его святой души И отмеченных величавой прелестью оригинального высокопоэтического дарования. Рай он называет Эдемом, садом, местом света и блеска, Местом радости, пристанищем победителей и тому подобное. Помещает его по ту сторону океана, омывающего землю. В раю четыре реки, воды которых подземными каналами проходят на землю И образуют здесь водные потоки. По форме он представляет высокую гору превыше всех гор земных И так обширен по величине, что может вместить всех праведных. Гора разделяется на три отделения. Нижняя от подошвы до середины, Средняя часть и вершина горы, над которой обитает сам Бог. Праведные же, приходящие в рай по смерти, Размещаются по степеням их заслуг По трем различным отделениям райской горы. Рай имеет врата, которые для вступающих в него служат местом испытания. Так как только люди вполне достойные могут проходить через них, А недостойные остаются вне врат. И в этом смысле, по словам Ефрема Сирина, каждый человек обладает ключами рая. В раю среди множества райских деревьев Возвышается древо познания добра и зла, и древо жизни. Последний Ефрем Сирин называет солнцем рая. Его листья всюду распространяют свет. Все деревья райского сада преклоняются перед ним, как перед своим царем. Его красота и блеск выше всякого описания. И древо жизни также отличается необыкновенными достоинствами и красотой. Под ним и вокруг него цветы, образующие цельный цветочный ковер. На его ветвях роскошные плоды, составляющие как бы его прикрытие, его небо. Кроме этих деревьев, в раю множество других, Множество растений и трав, обладающих необыкновенными свойствами. Число их и блеск превосходит число и блеск небесных звезд. Их благухание подобно целительному бальзаму. Райские сады омываются кристальной водой из роскошных ручейков и источников, Протекающих по разным направлениям. Воздух рая Ефрем Сири называет источником сладости и говорит, Что все прекрасное в раю соединено в нем, Соединено все находящееся вне его. Он оживляет и услаждает, дает духовные пищи и питье блаженным душам. В нем движутся духи, Купаются в нем, Для них он Море радости. Под нежным дуновением воздуха в раю все цветет и растет, Здесь царствует вечная весна. Такова внешняя природа, среди которой пребывают обитатели рая, сыны света. Их жилища сотканы из облаков, Распространяют вокруг себя необыкновенно приятное благоухание, Окружены цветами и обвешены драгоценными плодами. По наружному виду эти жилища не все одинаковы, Одни выше, другие ниже. Одни отличаются большим блеском, другие меньшим, Смотря по степеням достоинств и заслуг их обитателей. Все святые и правильные по отшествии с земной жизнью переходят в рай. И так как, по словам Ефрема Сирина, Иисус Христос и его учения – ключ и врата рая, То в числе их первое место занимают апостолы, Распространившие на земле Слово Божие.